МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ленеграде, потом в крупных городах, а в октябре и ноябре во всех городах и рабочих поселках страны. Ксения Гришкова в 41-м закончила 9 классов средней школы в Абакане. Отца забрали на фронт, мама осталась с четырьмя детьми на руках самый младший трехмесячный младенец. У нас была корова. Это гормелица наша. Потому что маленький братик, наверное, молочком было. А она заболела летом 41-го года бруцеллезами. Ее на мясокомбинат и зарезали. И мы остались без коровы. Война началась, а запасов-то врачи никакие не делали. Ксении Николаевне пришлось бросить школу и пойти работать. Там она впервые увидела продуктовые карточки. Вот эта карточка хлебная сохранилась в экспозиции Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова. Небольшой квадратик из тонкой бумаги. На нем указаны год и месяц, в котором карточка действовала. Карточки выдавали по месту работы. А детям или иждивенцам в специальных учреждениях карточных бюро, чтобы получить карточку, надо было выстоять одну очередь. Чтобы ее отоварить, приходилось стоять в другой, уже в магазин. Слава ночью записывалась. На ладони мне напишут номер. Но через два часа я бегу обратно, потому что пересчеты, пересчеты. Люди вот все время приходили, уходили, вот эти пересчеты изматывали. И только утром, утром в восемь часов кто-нибудь увидит, что вот тут фургон, это везет повозка на лошади, хлеб везут. Ну, очередь устраивается. И вот мы получили тоже положенный по норму хлеб. Хлеб, как вспоминают наши собеседницы, в войну был плохого качества, с большими добавлениями картофеля и проса. В пекарнях экономили дефицитную муку. Нормы выдачи были разными для разных категорий населения. 400 граммов хлеба в день. Примерно такую буханку давали служащим и рабочим с легкими условиями труда. К отчегарам, работникам железной дороги и кузнецам добавляли еще 200 граммов. Шахтерам полагалась двойная норма. Детям и иждивенцам полагалось 300 граммов хлеба. Но если муки не хватало, то на этих самых многочисленных категориях населения экономили в первую очередь. В отдельные месяцы снижали паёк вдвое. Иногда в 1943 году норму урезали до 100 граммов в сутки. Это меньше, чем в самые плохие времена в блокадном Ленинграде. Помните стихи Ольги Бергольц? 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Конечно, у сибиряков на столах был не только хлеб. Поэтому жителям Хакасии было не так голодно. Хлеба мало. Ты ешь, например, сварим. Это лето. Значит, сагород спасал. Только появится ботва с рационем зелёной. В дело шла любая ботва. Особенно ценилась свекольная. Когда поспевали редисы и огурцы, рацион становился ещё богаче. Но всё же главная военная культура – это картофель. Уже весной 1942 года вокруг Абакана, Черногорска и рабочих посёлков появились поля, разбитые на небольшие участки. Местные власти выделяли всем желающим, как правило, по 15 соток земли. Для Абакана это были пустыри в районе нынешнего мясокомбината и зоны отдыха. Землю перекапывали вручную лопатами и потом садили картошку. И только с помощью картошки, выращенной на собственных огородах, большинству населения удалось в войну пережить самое страшное, что было в тылу – голод. Такое было время.